Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Сегодня в программе. В стране завершилась перепись селькорс организации юридических лиц крестьянско-фермерских личных подсобных хозяйств. В детском лагере Сосинка, расположенном в поселке Даусус, прошло праздничное мероприятие, посвященное закрытию летнего сезона. Мелодия света под таким названием сегодня открылась персональная выставка члена Союза художников России Ираиды Орловой. В рио главы Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов встретился с ответственным секретарем Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателем Координационного совета Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Яной Лантратовой. Стороны обсудили различные формы участия граждан в жизни республики, взаимодействия общественных институтов с органами власти. В рио главы региона подчеркнул, что поддерживает гражданские инициативы, направленные на повышение качества жизни граждан, на решение актуальных вопросов, которые волнуют людей на места. Яна Лантратова более подробно остановилась на вопросе развития добровольческого движения в стране и в регионе. В частности, по ее мнению, добровольцы могут стать реальными помощниками власти в решении важных социальных проблем, особенно в том, что касается поддержки социально незащищенных граждан. По итогам беседы была достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве Республики с «Союзом добровольцев России». Также в ходе встречи Рашид Тимрезов с Яной Лантратовой затронули вопросы, касающиеся развития социальной сферы Карачаева-Черкесии, реализации прав и свобод граждан, а также уровня развития гражданского общества. В стране завершилась перепись сельхозорганизаций юридических лиц, крестьянско-фермерских, личных подсобных хозяйств, сельской и выборочно в городской местности, индивидуальных предпринимателей. Она проходила с 1 июля по 15 августа. О проделанной работе сотрудников Карачаева-Черкесск-Стата и о том, какие работы сейчас ими ведутся, в репортаже Аллы Динаевой. Без выходных и без отдыха в праздничные и будние дни. Сотрудники отдела статистики сельского хозяйства Карачаева-Черкесск-Стата и привлеченный персонал трудились, чтобы организованно провести всероссийскую сельскохозяйственную перепись в 2016. Она проходила полтора месяца. Сама перепись завершена, но работы меньше не стало. Сейчас идет контрольный обход. Проверяем качество работы наших интервьюеров, переписчиков. Сбор информации с районов. Все это передается сюда на региональный уровень. И скоро мы начнем проводить сканирование, формально-логический контроль. В принципе, можно сказать, что перепись прошла успешно. Качественно, надеюсь, проверка контрольный обход покажет. Я думаю, что мы будем выглядеть по сравнению с остальными регионами на достойном уровне. А выглядеть достойно помогает опыт проведения таких масштабных мероприятий. С постсоветского времени это четвертая по счету перепись, которую организованно в регионе проводит Карачаева-Черкесск-Стат. Скоро специалисты начнут готовиться еще к одному масштабному мероприятию. Со следующего года мы уже начинаем готовиться к очередной переписи населения всероссийской. В 2020 году эта перепись будет проходить. В Росстате полным ходом уже идет подготовка. Подготовка нормативно-правовых документов, правовое основание, одним словом. А мы здесь в регионах начнем усиленно работать со следующего года. На этот раз в усиленном режиме работали специалисты отдела статистики сельского хозяйства в Черкесске в городах и районах республики. Это 30 штатных сотрудников и еще 217 человек привлеченного персонала. Всего ими было обследовано 84 676 объектов. Население отнеслось с пониманием к этому важному государственному мероприятию, говорят Карачаева-Черкесск-Стати. Я бы хотела как раз и поблагодарить всех, кто принимал участие в переписи, всех, кто проводил перепись. Поблагодарить также тем, кто помогал нам. Это в первую очередь органы местного самоуправления, которые оказывали нам помощь в предоставлении помещений, транспорта, связи и так далее. Сельхозперепись проходила и в городской местности. Выборочно обследовались личные подсобные хозяйства. Есть определенные отличия между сельхозпереписью 2006 и 2016 года. И это не только использование современных технологий при сборе сведений. Есть отличия, которые касались уточнения или изменения вопросов в переписных листах по сравнению с предыдущей переписью. Были вопросы новые, допустим, применение современных технологий в сельском хозяйстве, допустим, какими кредитными ресурсами пользуются наши сельхозорганизации. И ряд других вопросов, которые были включены, в отличие от предыдущей переписи, в данной переписи. Предварительные результаты сельхозпереписи станут известны в конце 2017 года, а через год уже окончательные. Алла Динаева, Алий Бустанов, Вести, Крачево-Черкесия. Чем и кем сегодня недовольны пациенты? Достаточно ли в лечебно-профилактических учреждениях Республики лекарственных препаратов? Какова сегодняшняя статистика порождаемости и младенческой смертности? Проводится ли своевременно диспансеризация населения? Эти и другие вопросы обсуждаются на выездных приемах граждан в городах и районах Республики, которые проводит министр здравоохранения Крачево-Черкесии Казим Шаманов. Об уровне качества оказываемой медицинской помощи жителям и других направлениях в сфере здравоохранения он рассказал в эксклюзивном интервью нашей программе. На сегодняшний день в системе здравоохранения Крачево-Черкесской Республики работает более 10 тысяч человек. Из них более 3 тысяч врачей, средний, младший медперсонал. Конечно, все люди разные, у всех разный подход, и есть, конечно, большинство из них, вот я говорю это с полной уверенностью, профессионалы и те люди, которые с сочувствием относятся к нашим пациентам. Но есть и люди, которые или случайно оказались в нашей профессии, или в силу своего характера они себя могут вести не совсем правильно в той или иной ситуации, или в силу своих знаний они не могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Все жалобы, которые приходят или на наш сайт, или на сайт главы, или куда бы люди ни жаловались, все мы их разбираем. Подробное интервью с министром здравоохранения смотрите в это воскресенье в 10.20 в программе «События недели». Сейчас мы прервемся на рекламу, вернемся через несколько минут. Продолжаем выпуск. В эти минуты в Пятигорске проходит церемония закрытия Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016». В ходе форума молодежь приобрела большой багаж знаний, представили свои проекты, посетили мастер-классы, вип-лектории с участием известных людей России, стали участниками спортивных и творческих мероприятий, обрели новых друзей. Напомню, в состав делегации Карачао-Черкесии вошли 240 человек. В Пятигорске сейчас находится наш корреспондент Мадина Каракетова. Мадина, добрый вечер. Как проходит церемония закрытия молодежного форума? Добрый вечер, Ярослав. В 18.30 состоялось официальное закрытие форума «Машук-2016». Были сказаны красивые слова о каждой республике и ее роли в составе огромной страны. Все это сопровождалось красочным действом с использованием флагов республик и шаров. Каждая республика торжественно спустила свой флаг, что означает, что они попрощались с «Машуком» до следующего года. В адрес участников форума были высказаны самые лучшие пожелания. Затем состоялось награждение участников всевозможных конкурсов, которые проходили на протяжении всего форума. А сейчас участники в ожидании концерта в этом году, гостями форума, гости к «Машуковцам» приехала группа «Би-2». Ярослав. Спасибо, Мадзина. Подробный репортаж закрытия форума «Машук» смотрите завтра в наших информационных выпусках. По республике полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Так, на сегодняшний день специальная комиссия проводит проверку готовности образовательных учреждений Уждегутинского района. По словам представителей отдела образования района, полностью прошли проверки школ на селенных пунктах Сары-Тюз, Красногорка, микрорайон Московский. В ходе осмотра не было выявлено никаких нарушений. Также образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к новому учебному году. В районе на сегодняшний день к приемке подлежат 16 общеобразовательных школ, 14 школ дошкольного образования и 2 учреждения дополнительного образования. Мы одно направление вчера уже приняли, это Сары-Тюзское направление, Сары-Тюз, Важная, Красногорка и микрорайон Московский. Школа полностью подготовлена к новому учебному году. Были, комиссия была, санэпидстанция была, по пожарной части были, по антитеррору. Полностью мы были подготовлены к сдаче школы к новому учебному году. Все классы от и до оборудованы, также оборудованы здания пожарной сигнализацией, также мы привели двор в полный порядок. Веселый отдых и яркие впечатления в детско-оздоровительном лагере Сосинка, расположенном в поселке Даусус, прошло праздничное мероприятие, посвященное закрытию летнего сезона. За время работы лагеря здесь успели отдохнуть 350 детей. Каждый из ребят имел возможность найти себе увлечение и принять участие в походах. На детском празднике побывал и Алихан Лепшоков. Хорошо отдохнувшие, окрепшие, с кучей новых друзей. Для каждого ребенка этот летний отдых в лагере Сосинка стал запоминающимся, веселым и интересным. Увлекательные конкурсы, развивающие игры позволили ребятам проявить свои таланты. Завершение летнего сезона дети отметили красочным концертом. Каждый день проводят конкурсы, интересно, весело, очень хорошие, вожатые, все нравится. Все хорошие ребята, со всеми дружим играем, соревнования. Собираюсь в следующем году приехать сюда, увидеться с друзьями, которые здесь были и опять провести веселое время. Проводим каждый день эстафеты, соревнования между отрядами. Мне здесь очень нравится, я планирую еще приехать в следующем году. Отдых в детском лагере для детей – это время увлекательных походов, веселых игр и новых знакомств. За это время они получили массу положительных эмоций и впечатлений, сказала заместитель директора Республиканского реабилитационного центра «Надежда» Татьяна Михайлова. В этом году, изначально, как и в прошлом году, было запланировано 350 деток. Полностью мы выполнили план запланированный, который был перед нами поставлен. 350 детей отдыхали в лагере. Они были организованы в три потока. Два потока по 117 деток и один поток по 116. У нас было праздничное открытие потока каждого, праздничное закрытие. Ну, конечно, последнее, завершающее, у нас более яркое предприятие. В рамках праздника Карачево-Черкесский филиал «Русгидра» преподнес подарок лагерю – новую, полностью оборудованную детскую площадку. Было отмечено, что региональный филиал «Русгидра» регулярно оказывает материальную помощь Центру «Надежда» в рамках благотворительной программы «Чистая энергия». Представители «Русгидра» подчеркнули, что и в дальнейшем будут оказывать поддержку социальному учреждению. Когда у них появился свой оздоровительный лагерь «Сосинка», руководство Центра «Надежда» обратились к нам с помощью обустроить здесь для детей детскую площадку. На что мы с удовольствием отреагировали. И вот, как вы видите, наследство Карачево-Черкесского филиала «Русгидра» в рамках долгосрочной благотворительной программы «Чистая энергия» на сегодняшний день здесь оборудована детская площадка. В завершении праздника дети представили свои танцевальные и музыкальные номера. Покидая лагерь, ребята уносят с собой массу положительных эмоций. Впечатлениями от посещения живописных мест они будут делиться в школе. Дети признаются, что мечтают вновь провести следующие летние каникулы также в «Сосинке». Аляхан Лепшоков, Салих Казанлиев, Весикарачаево-Черкесия, Зеленчукский район. А на базе Тибердинского государственного природного биосферного заповедника впервые этим летом работал летний детский экологический лагерь «Лесной кордон». В течение этого года его посетили около 200 детей, увлекающихся вопросами сохранения экологии. Школьников, приехавших в республику из разных регионов России, учат о замэколога просветительского познания. На территории заповедника школьники изучают природу, занимаются научными изысканиями. Также участники эколагеря посещают экологические маршруты Домбаи и Тиберды, древние аланские храмы. А еще по инициативе директора Тибердинского заповедника Таулана Джукаева в рамках благотворительной работы ежегодно организуются увлекательные экскурсии по экологическим маршрутам заповедника для 8-9 тысяч детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, находящихся под опекой и попечительством. «Мелодия света» под таким названием сегодня открылась персональная выставка члена Союза художников России Ираиды Орловой. Поздравить со столь знаменательным событием пришли коллеги-друзья. С творчеством Ираиды Орловой ознакомилась и Елена Прокопенко. Для Ираиды Орловой представленная персональная экспозиция «Мелодия света» очень значима. Перед открытием выставки художница испытывает волнение. А что скажет зритель, поймет ли картины? Актеры, я бы добавила, художники, поэты и певцы, целители уставших наших душ. Я знаю Иру давно Орлову, знакома с ней лично. И вот меня не перестает восхищать ее глубинное мышление. Ее высокий интеллект передается. И вот сейчас я в ее глазах вижу, кроме вот этой чистоты, наивность, еще и мудрость. 20-я персональная выставка Ираида Орлова отличается от предыдущих новыми красками. В ней также представлена и компьютерная графика. Этой техникой Ираида Ивановна увлеклась три года назад. Графика передает очень тонкий ажурный рисунок, то, что сложно прописать кистью. Как поделилась сама героиня, все картины, представленные на экспозиции, объединены звучанием света. Художники изображают красоту окружающего мира, которая очень многогранна. И в этот раз мне захотелось представить одну грань этой красоты. Это неповторимую такую мелодию, которая звучит в мире и которую может слышать только сердце. Ну, художник способен передавать малейшие нюансы, движения сердечные, душевные. И здесь вот как раз я попыталась передать вот эту мелодию с помощью цвета, с помощью световых пятен, контрастов световых. Ираида Орлова создана более 200 полотен. Большее предпочтение она отдает многофигурной сюжетной композиции. Также в творчестве особое место занимает иконопись. А в 2014 году ею были созданы иллюстрации книги «Место под солнцем» заслуженного журналиста Республики Светланы Шендрик-Переславцевой. Хотела бы сказать несколько слов об этой выставке. Она, может быть, отличается от предыдущих выставок, с которыми выходила на суд зрители и художница Орлова, тем, что вот в ее полотнах стало больше ярких красок. Вот такое ощущение, что какая-то радость жизни, удивление перед жизнью прорывается сквозь ее картины именно такими позитивными моментами. Если какая-то раньше была такая свойственная эмоциональная сдержанность, то теперь это вальс цветов. Вот та картина, которая находится здесь, из которой, собственно, и по настроению перекликаются многие ее полотна. Она остается романтиком, она остается человеком, очень тонко чувствующим природу, очень тонко чувствующим именно, я бы сказала, натуру молодых людей, ведь ее герои очень молодые. В картинной галереи «Черкеска» на персональной выставке собрались близкие друзья. Все они с особой теплотой отзывались о творческих работах Ираиды Орловой. Сама художница планирует в будущем еще выпустить серию картин к теме «Мелодия света». Елена Прокопенко, Алибек Ешеров, Вести, Карачаева, Черкесия. В полном разгаре летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В 40 спортивных дисциплинах разыгрывается 306 медалей. На сегодняшний день в медальном зачете Россия находится на четвертом месте. Олимпийская команда России завоевала 39 медалей. Это 12 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых. Следят ли жители республиканской столицы за главным спортивным событием, мы узнавали на улицах Черкеска. Как только говорят, что будут наши выступать, все оставляю. Я смотрю, а остальное, ну, обидели наших спортсменов, так надо хоть болеть за них. Несмотря ни на что, наши побеждают, но уже медали. Спортивная гимнастика, что мы еще смотрим. Морьба, очень радуемся, переживаем страшно за своих и желаем им удачи. Ну, а какой самый зрелищный вид спорта? Самый зрелищный? Синхронное плавание мне больше всего понравилось. А вам? Спортивная гимнастика. Ну, и синхронное плавание, разумеется. И дуэт, и групповое. Прекрасно. Мне обидно стало насчет Исенбаевой, конечно, что ее не допустили. Конечно, болею за Россию, естественно. Я как патриот своей страны. Люблю гонбалисток. Мне нравится дзюдо. Я занимаюсь дзюдо. Смотрю, болею за наших. Конечно, за наших всех спортсменов болею. Одно единственное, конечно, не очень красиво с нами поступили, что так это самое. Не допустили по легкой атлетике. У нас, по-моему, шикарнейшее это самое. Сегодня до двух часов ночи смотрела. Борьбу я смотрела женскую. Японка и это наша русская. Ну, в общем, мне понравилось. Только бедной девочке нашей русской не хватило 10 секунд, чтобы получить золотую медаль. Ну, а теперь об уникальных явлениях природы. Ученые раскрыли тайну танца подсолнухов. Несмотря на то, что эти растения крепко сидят корнями в земле, это не лишает их способности танцевать. Каждый день молодые цветы совершают путь, следуя за солнцем от востока к западу, поворачиваясь за ним на 180 градусов. Грациозные и плавные движения подсолнухов продолжаются и ночью. После того, как солнце садится, они медленно поворачиваются обратно на восток в ожидании рассвета. В ночное время можно увидеть, как растения полностью себя перестраивают. Это удивительное зрелище, что растения способны на невероятные вещи. И вниманию наших телезрителей. На следующей неделе в эфире телеканала «Россия-1» произойдут изменения. Вечерний выпуск программы «Вести» «Карачаево-Черкесия» будет выходить после федерального блока новостей в 20.45 по местному времени. Таковы «Вести» на сегодня. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Удачи и до встречи. По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность ночью, местами кратковременные дожди, гроза днем без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 15 плюс 20, днем 27 плюс 32. В горах ночью до плюс 15, днем столбик термометра поднимется до плюс 24. В Черкесске переменная облачность без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью до плюс 18, днем 28-30 градусов тепла.